Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новость Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Трагический конец. Спасенный дельфин Зевс умер вчера ночью. Подробности в нашем собственном расследовании. Чисто там, где не мусорят, борьба с несанкционированными свалками набирает обороты. И вновь выполнение наказов и просьб общественников на личном контроле главы Анапы. Во время ежедневных рабочих объездов курорта Сергей Сергеев дает конкретное поручение службам. На этот раз установить автобусную остановку на пересечении улиц Ивана Голубца и Самборова. В этом районе маршрутки останавливаются на удобном для жителей участке. Привычно, но небезопасно. Руководитель ТОС номер 2 Евгения Карпенко показывает Сергею Павловичу место, где пришлась бы кстати остановка. Вот здесь, вот он, между вот этими соснами. Ну а как между соснами? Они сказали, выложу это самое. Они это что? Ну строят, как бы, вот здесь вот площадка. И вот она была, был выход. Вот даже до сих пор бордюр остались, вот сзади вас. И вот сюда выход на татуар. Очень удобно. Либо, чем вам обещаю, я с уроком буду, вот такая. Меня тут люди настолько ее ждут, сказали, что мы сезонно останем. Давайте сделаем, восстанавливаем, красим, красим, пусть она от завода, но сегодня надо посмотреть. Потому что... Тут темно, тут очень темно. Особенно вот этот промежуток, и тем более, если будет остановка, хотя бы одна пола должна работать. А лучше, конечно, доставить. Долгожданная для местных жителей инициатива. Это подтверждают слова случайных прохожих. Извините, пожалуйста. А можно к вам присоединится? А можно нам остановочку установить какую-нибудь? Об этом же, да? В список поручений для заместителя главы по ЖКХ Анжелики Бузуновой также попали замена бордюров на Ивана Голубца, установка контейнера на Таманской Самбурово и оформление ограждения бывшего винзавода. Сегодня оно имеет неприглядный вид. Социальная реклама здесь будет на своем месте. Сергей Павлович, еще маленькая, смотрите, а сейчас голая деревья. Сейчас эти листва закроются, вот идет световой камень. Вот он. Ну я посмотрел уже. Когда ветер, искрит, вы не представляете. Обрезку, если и производить, то гуманно, не оставляя деревья без верхушек, заметил глава курорта. На выполнение поручений Сергея Сергеева минимальные сроки. Рублем и стихами в Анапе против несанкционированных свалок решили бороться, используя все возможные методы. Какие именно, подробности изучала наша съемочная группа. Раньше это место было очень популярным у проезжающих по дороге из Гайкадзора в Варваровку автомобилистов. По словам главы Субсекского сельского округа, за неделю здесь собиралось мусора на целый КАМАЗ. И после последней уборки на этой территории было принято решение перекопать к ней подъезд, а также установить табличку с указанием штрафов за свалку мусора. В настоящее время мы сейчас ведем переговоры с предпринимателем, чтобы оказали нам содействие, установить здесь видеокамеру, которая зафиксирует нарушение права благоустройства муниципального образования города-курорта Анапа в целе привлечения нерадивых жителей к административной ответственности. При ограничении доступа максимум 1-2 пакетика в неделю появляется, с которыми мы также боремся в постоянном ежедневном режиме и убирается отсюда. Я думаю, когда мы установим видеокамеру здесь и зафиксируем фотофиксации, то составим протокол, это будет намного действеннее. Как показал опыт, такие меры дают свои результаты, но их недостаточно. Сергей Муханин уверен, лучшим уроком для нерадивых граждан будет наказание рублем. Полностью поддерживают в этом вопросе своего главу и представителей общественности. Наталья Маслова рассказывает, какая работа ведется с их стороны. Они даже создали специальную комиссию. Это болезнь, наверное, не только нашего округа, а и других округов тоже. Это нерадивые наши жители. Я не думаю, что инопланетяне прилетают сюда инопланетяне и делают эти гадости. По-другому я назвать это не могу. Но, к сожалению, с периодичностью очень частой приходится вывозить камазами этот мусор. С людьми был даже случай, мы на совете общественности рассматривали товарища, которые сумели застать за этим нехорошим делом и заставили убрать. Но это единичный случай. Боремся с этим как можем. У нас создана экологическая комиссия, которая, я считаю, что внесет свою лепту в это дело. Потому что бороться с этим нужно. По-другому у нас не получится. Нерадивые люди есть и будут. Никуда мы от них не денемся, к сожалению. А природа, вы посмотрите, какая у нас красота. Вы знаете, как жалко. Если у человека, наверное, была бы совесть, хоть чуть-чуть там что-то, она бы, наверное, проснулась. А это делают люди, наверное, у которых совесть отсутствует как таковая. Наталья в Варваровке живет уже давно. Говорит, эта проблема была и раньше, но не в таких масштабах. И решать ее надо сообща. Наказывая не только рублем, но воспитывая культуру у местных жителей. Свою идею она подкрепляет делом. В свободное время пишет стихи. Что оставим мы своим потомкам, нам задуматься давно пора. Берегите матушку природу, ведь она ко всем нам так добра. А мы, к сожалению, этого не понимаем. Очень жаль. На видео с электронным освещением, которое состоялось накануне, губернатор подвел промежуточные итоги всекубанского субботника. Только за месяц генеральной уборки в крае избавились от двух тысяч стихийных свалок. Почистили от мусора почти 4 миллиона квадратных метров парков, скверов и кладбищ. К 1 мая все города и районы должны быть готовы к праздникам и началу туристического потока в регион. Поэтому к субботникам стоит отнестись серьезно. Обратил внимание глав районов Вениамин Кондратьев. В Анапе массовые субботники на городских пляжах пройдут 8 и 9 апреля. К участию в них приглашаются арендаторы территории, волонтеры и активисты. Проблема обманутых дольщиков. За кем должно быть решение? Недобросовестные застройщики добиваются признания права собственности на незаконную постройку и с этого момента умывают руки, оставляя людей один на один с типичными проблемами всех самостроев. Есть стены, но нет воды и света. Почти все квартиры на Терской 219 проданы. Самострой. Но суд признал право собственности, не приняв во внимание исковые требования городских властей наложить обеспечительные меры на стройку еще только когда появился третий этаж. Видели на официальном сайте в черном списке самостроев, но не придали значения на приеме главы Анапы те, кто дал себя обмануть. А как не возникало подозрений? Я покупаю квартиру. Назначение живого. Площадь 56,7 этаж 2. Свидетельцы на землю написано. Земельный участок. Категория земель. Земли населенных пунктов. Для индивидуального жилищного строительства. И подозрений не возникает. Сценарий сбит. Сначала суд в пользу самостройщика, а потом кивок на власть. Не подключают воду и свет. Требуйте. Суд не дает разъяснения, за счет кого выполнять технические условия. Меня благополучие людей интересует. И второе, не только которые приобрели здесь, а которые живут рядом. Чтобы у них было стабильное электроснабжение, водоснабжение, канализирование, газоснабжение. Как можно построить многоквартирный дом без получения технических условий? А как я обеспечу? Скажите, за счет других жителей? Вы анапчанин? Да. Ну так за счет кого? Покажите. Мы должны обеспечить исполнение этих условий. Значит, застройщик сегодня должен получить технические условия, пожалуйста, и исполнить их. Как только дом стал приобретать очертания самостроев, правоохранительные органы администрации направило заявление о правомерности продажи квартир. Незаконную деятельность можно было остановить. И сейчас такая возможность есть. На руках у людей договоры купли-продажи, где указаны смехотворные суммы. 100 тысяч рублей за квартиру. Налоговое преступление налицо. Глава Анапы убеждает людей, надо обращаться в полицию и в суд. Почему вы ходите? Почему он не строит? Почему это ваша проблема? А он уже никуда не строит? Он мошенник по суду. Вы заплатили деньги за невыполненную услугу. У нас по белорусскому 8. Пройдите туда. Есть белорусский 8? Да. Там суд понудил застройщика электроснабжение восстановить и газоснабжение. То есть электроснабжение он сегодня сделал частично, газ он не собирается исполнять судебное решение. Идите в суд. Я вас поддержу. Были предупреждены, но не вооружились, признают люди. И готовы сегодня понудить застройщика выполнить свои обязательства. В Анапе появился новый главный архитектор. Сегодня его представили на аппаратном совещании в администрации города. На должность начальника управления архитектуры и градостроительства назначили Алексея Гурнеева. У него за плечами работа в краевых профильных департаментах. В том числе в его обязанности входило кураторство строительства олимпийских объектов. На новом месте он намерен в первую очередь заняться архитектурным обликом города и привести его в соответствие с генеральным планом, совершенствованием правил землепользования и застройки, а также благоустройством территории муниципалитета, в том числе пляжей. Эти задачи поставил сегодня перед ним глава нашего города. Вопрос, на котором акцентировал свое внимание глава, это уменьшение высотности застройки в прибрежной территории. Этот вопрос учтен в текущих изменениях правил землепользования и застройки. И в ближайшее время эти изменения будут утверждены. Дельфин Зевс, которого он забрали из силосной ямы и поместили для реабилитации в утрижский дельфинарий, умер накануне ночью. Зоозащитники говорят, что он до последнего цеплялся за жизнь. Прокуратура проводит проверку обстоятельств гибели Зевса. Далее о судьбе дельфина и последних гастролях черноморских афалин. Я думаю, что он простил даже того, по чьей вине у Мирона и Дельфа. Он всех простил. Так считает зоозащитница Наталья Макеева, участница вызволения дельфинов Зевса и Дельфы из силосной ямы, которая находилась в неотапливаемом здании. Тогда ветеринары констатировали истощение и целый букет заболеваний. Освобожденных перевезли в утрижский дельфинарий под наблюдение специалистов. Дельфу спасти не удалось. А Зевс, который оказался более выносливым, до последнего дня старался выглядеть бодрым и жизнерадостным дельфином. Он удивительный дельфин. И то, как он боролся за жизнь, просто невероятно. Это, конечно, всем нам пример вообще, как жить осознанно до последнего вдоха. В июне прошлого года Зевса, Дельфу и кита-белуху Платона можно было увидеть в передвижном дельфинарии, который установили в Измаиловском парке города Москвы. Как рассказывал тогда один из городских порталов о досуге, животные привезены из дельфинария, расположенного в Анапе. И в период летних каникул они будут радовать столичную детфору регулярными шоу-программами. Сообщалось также, что они, цитата, с удовольствием позируют перед объективами фотокамер вместе со всеми желающими. Конец цитаты. Заявленная там же стоимость билета на представление, которое длилось менее часа, составляла 500 рублей при вместимости трибун 400 человек. Для зрителей пояснялось, что китообразные хорошо переносят московский климат. Конструкция бассейна продумана до мелочей. Такие параметры, как температуру, содержание соли и хлора, регулируют специальные датчики. Тем временем против аттракциона выступили защитники животных. По их мнению, бассейн объемом около 1000 кубометров при глубине 3 метра был слишком мал для трех китообразных. В середине июля у временного дельфинария прошли акции за защитников и сбор подписей за его закрытие. Межрайонная природоохранная прокуратура потребовала убрать дельфинарий из-за нарушения ветеринарно-санитарных правил. Тем временем, 2 сентября, агентство новостей Москва со ссылкой на администрацию парка сообщило, что дельфинарий закрывается в связи с приближением холодов. Обитатели дельфинария уедут на зимовку в Краснодарский край, но на следующий летний сезон в Измайловский парк они не вернутся, а будут выступать в другом месте. Возможно, вновь вернутся в Москву, говорится в сообщении. Страна Индия первой признала их как личности, не относящиеся к человеческому роду, то есть признала наличие у этих китообразных уникального интеллекта. И вот уже даже по этому можно судить, что они не только братья наши меньшие, они нам равны по разуму. Зевса и Дельфу зоозащитники обнаружили в конце ноября прошлого года. Суд оштрафовал их владельцев на 1 миллион рублей и постановил передать оставшегося на тот момент в живых Зевса государству. Однако предпринимателям удалось опротестовать данное решение. Фактически это означало, что дельфины должны были вернуть предпринимателям. В прокуратуре заявили, что будут оспаривать это решение в вышестоящей инстанции. После смерти Зевса организована прокурорская проверка. Сегодняшнее ослепительное солнце дарит надежду на жаркую весну. А каков прогноз метеорологов на ближайшие месяцы, нашему телеканалу рассказал главный синоптик края. В этом году весна у нас достаточно прохладная будет, в том числе и на Черноморском побережье. Так, апрельские температуры выше 20-22 градусов повышаться не будут. Ночные температуры, к сожалению, также, возможно, достаточно низкие. Местами по краю заморозки, преимущественно, конечно, по восточным и юго-восточным предгориям. Но угроза заморозков сохраняется и на всей остальной территории Краснодарского края, в том числе и на побережье. По маю месяцу мы ожидаем температуру несколько ниже нормы. И осадков будет несколько меньше нормы. Июнь у нас холодный. И только в июле у нас температуры будут около нормы. По сообщению Кубаниэнерго, завтра, 6 апреля, в связи с проведением ремонтных работ, с 12 до 17 часов будет частично прервано электроснабжение в Благовещенской и Суко. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok